Открытая студия Естественно, добрый. Рад приветствовать вас у нас в гостях. Сегодня пообщаемся о проекте «Бизнес-хаус», узнаем, что это такое, что он из себя представляет. Но перед этим, как я предупреждал вас за эфиром, некоторые моменты отвлечения. Я напомню нашим радиослушателям и телезрителям о том, что мы общаемся сейчас в прямом эфире. Это значит, что у каждого из вас есть возможность к нашей беседе присоединиться, либо дозвонившись по номеру телефона 99-45-45, либо отправить сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и Вайбер привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006. Второй не менее важный момент – это дайджест новостей. Итак, в составе первой группы северян, которые были мобилизованы и отправлены для прохождения соответствующей подготовки в Санкт-Петербурге, 87 человек. Об этом сообщили правительству регионам. Сама подготовка будет осуществляться на базе одного из вузов Министерства обороны Российской Федерации в Питере. Проводить жителей региона приехал губернатор Заполярье Андрей Чибис. С беседой с северянами глава области подчеркнул, что для поддержки их семей будет сделано все, что необходимо. Согласно плану, группа мобилизованных из Мурманска будет отправляться каждый день до 30 сентября. Следующая новость. На площади Мурманского морского вокзала состоял мероприятие «Мурманск Трайл Дэй», которое было посвящено Дню Туризма, соответственно. И вот некоторые итоговые цифры. Всего в мероприятии приняли участие порядка 2000 гостей. На площадках фудкорта они попробовали более 1000 порций блюд арктической кухни, купили примерно 500 сувениров на выставке продажи брендированной продукции с северной тематикой и отправили примерно 1500 сувенирных открыток по стране, причем совершенно бесплатно. Организаторами выступили Туристический информационный центр Мурманской области, Мурманский морской торговый порт и областной краеведческий музей. И последняя новость. В Мурманской долине уюта на лыжероллерную трассу вышли более 50 спортсменов из Мурманска, Полярных Зарей, Патитов, Манчегорска, Оленигорска, Североморска, Каналашского и Кольского района, а также из Затова Александровска. Участникам пришлось преодолевать затяжные подъемы и крутые спуски. Победительницей масс-старт среди женщин стала двукратный серебряный призер 48-го Мурманского лыжного марафона Екатерина Буряина, представляющая Манчегорск. Напомню, что на одном из самых массовых соревнований на Полярной Олимпиаде она заняла второе место в гонке свободным и классическим стилем на 50 километров, с чем ее и поздравляем. Что ж, мы завершили вступительную часть, мы можем наконец перейти к проекту. Да, я тоже посмотрю на время, казалось бы, что очень много отнимается, но более от того, что вы хотите, я уверен, очень хотите нам поведать, время не отнимать, не встать. Итак, бизнес-хаус, расскажите нам об этом проекте. Ну что рассказать, это проект агентства развития Манчегорска. Мы работаем, вообще агентство развития Манчегорска, это такой центр территориального развития в Манчегорске. Мы работаем по трем направлениям, это туризм, бизнес и социально-культурная сфера. И вот проект бизнес-хаус, это, собственно, проект направления бизнес, за который я курирую, за который я отвечаю. Мы думали о том, как можно в целом вообще взаимодействовать с предпринимателями. Мы так их разбили на некоторые сегменты. Это начинающие и действующие предприниматели, которые хотят масштабировать свой бизнес, мы им помогаем через наши проекты. Это предприниматели, у которых проекты с большей капитализацией, но хотя они остаются в границах малого и среднего бизнеса, но все-таки у них там десятки миллионов рублей их проекта. И мы понимали, что нам необходимо организовать приток новых предпринимателей. И, естественно, мы посмотрели в сторону молодежи, в сторону школьников, студентов. Также у нас есть проблема в городе, это отток населения. И, ну, откровенно говоря, не все, ну, скажем прямо, не все школьники, не все студенты хотят пойти работать на завод. И это, в принципе, нормально, да, работать на комбинате – это почетное и престижное и высокоплачиваемое, но, ну, далеко не все себя видят. Ну, у всех свои амбиции, свое видение развития будущего, естественно. А вы говорите об оттоке, что они переезжают в более крупный муниципалитет поближе к нам, Мурманск, или мы говорим вообще о оттоке с севера? Ну, конечно, у нас тренд – это больше отток с севера в целом. Вот. И мы понимаем, что ребятам, ну, просто сложно себя реализовать, особенно в Мочегорске, в моногороде, если они не видят себя на городообразующем предприятии. И вот на наш взгляд, что развитие предпринимательской деятельности и реализации через бизнес, она как раз допустима в наших условиях. И нам надо было помочь ребятам об этом понять, это понять, об этом надо рассказать. Я правильно понимаю, что если донести будущему потенциальному предпринимателю, школьнику и студенту, что в ближайшее время, оставшись на своем родине, он может вполне себе успешную карьеру себе построить, не работая на дядю, заниматься каким-то своим собственным делом, это смотивирует его в первую очередь не смотреть в сторону каких-то других городов или федеральных округов. Ну, в принципе, да, такая логика как раз и была у нас. И мы понимали, что надо с молодежью разговаривать на их языке, ну, то есть понятно, что мы могли им рассказать, что надо писать бизнес-план, что надо, там, не знаю, считать экономику, считать прибыль, там, дисконтированный доход, там, ну, все вот это. Ну, кто будет это сказать? Но вы не хотели моросить и рассказали, что Манчегорск – это краша. Я так представляю себе разговор на молодежь. Мы решили, что нам имеет смысл организовать шоу, где ребята могут не только обучиться предпринимательству, а вообще в целом поучаствовать и прославиться. Вот. И, ну, вот, как мы уже понимаем, что мы нашли отклик, много регистраций, много желающих, там, и ребята, которые уехали в Питер, например, они там звонят, просятся приехать и поучаствовать. В общем, какие там условия для тех, кто уже уехал. Вот, чтобы вы знали, Александр, вы сегодня, сами того не ведая, ломайте нашу фестивальную историю. Все гости, которые приходят в открытую студию, последние несколько месяцев, если мы, она говорит об организации какого-то мероприятия, будь то работа с молодежью, социальный класс, какой-то политический контекст, неважно. А 2022 год – это вот такая фестивальная история. Все приходят с проектами, которые превратились из форума или из встречи в большой фестиваль. И вы сегодня приходите с внезапно шоу, а не фестивалем. И, ну, я, конечно же, добавляю нотку юмора, но вообще отсюда исходит один вопрос. Ведь это одно из самых очевидных решений, то, что сейчас очень нравится молодежи, проводить какие-то мероприятия подобного характера в обертке фестиваля. Ну, вполне себе приглашаем хедлайнеров. К тому же, в принципе, Мальчегорск прекрасно знает, что такое крупные, большие проекты. И хедлайнеры часто тоже приезжают от большой популярной эстрады, и не только. Ну, достаточно удобно и не так логистически затратно. Почему именно шоу? Ну, это очень амбициозно. Сделаем прямо шоу. Ну, мы в целом довольно амбициозная организация. Мы реализуем довольно амбициозные проекты. И, кстати говоря, фестивали тоже. И Викинг-фест – это наш тоже проект. Такую, открою небольшую тайну, что, так скажем, Владимир Ямщиков – это наш коллега, наш партнер. Он был, так скажем, продюсером Викинг-феста последнего. И он же прямо относится к нашему бизнес-хаусу. Володя, извини, что я тебя выдал. То есть он главный бизнес-викинг теперь. Да, да, он теперь главный бизнес-викинг. Хорошо. У меня в аннотации здесь написано, что это онлайн-проект в формате реалити-шоу про молодых и целеустремленных ребят, готовых стать предпринимателями. И до последнего предложения, ну, после запятой, я имею в виду, готовых стать предпринимателями, все кажется вполне себе, ну, логичным и понятным. Онлайн-проект, окей, все в онлайне. В формате реалити-шоу, ладно, здесь вопросики, это интересно. Про молодых и целеустремленных, очевидно, на то, о чем мы говорим, готовы стать предпринимателями. Как это вообще вяжется? Как вы разрабатывали концепцию? Ну, мы ее сначала просто придумали в голове, потом уже привлекли партнеров, которые на федеральном уровне реализовывали подобные проекты. Естественно, с ними мы уже дополнительно это все обсуждали. Какие-то маститые телевизионщики, которые уже проекты запускали. Да, да, есть у них уже несколько реализованных проектов, причем довольно крупных, я могу их назвать. И с ними уже докручивали концепцию, как это сделать более понятно, более популярно, более востребовано, так скажем. То есть, чтобы, как вашу интересную идею, запаковать в рабочую форму? Конечно, она видоизменилась, это естественно, потому что мы не профессионалы в этом деле, когда придумывали этот проект. Естественно, когда уже мы пообщались с профессионалами, она видоизменилась, да, вы правильно говорите. На момент времени что она из себя представляет? Опять же, возвращаясь к своей аннотации, у меня оказывается, что заявки на участие принимались до 25 сентября, на момент времени заявки больше не принимаются. Участникам ждет обучение по запуску своего дела с нуля, это вот основная... Я правильно понимаю, что это основная аннотация? Да, да, все правильно. И все же, давайте поэтапно. Вот человек, молодой, опять же, молодой, до 35 считается, или мы говорим про совсем? У нас верхняя планка до 25. 25, да. Но мы больше на студентов и школьников старших классов. Хорошо, вот молодой человек, 25 лет, он видит рекламу, что запускается онлайн-проект в бизнес-хаус, звучит интересно, потом видит приписку реалити-шоу, у него вообще взрывает все мозг, в смысле еще реалити-шоу. Просто об этом хочется отдельно, но чуточку попозже. А он оставляет заявку, ну, я так полагаю, на сайте, там группу ВКонтакте, в общем, любой из ресурсов, который предоставляется. Что происходит дальше? Какое количество участников вы планировали отобрать? Ну, отбор у нас еще впереди. Отбор как раз будет проходить на этих выходных, с пятницы по воскресенье. На данный момент у нас около 110 регистраций, даже, по-моему, побольше. Просто там есть еще участники, которые не попадают в критерии базовые, это возраст, но мы тоже с ними будем разговаривать, может быть, и как-то удастся ему поучаствовать. Отбор будет проходить вот в три дня, которые у нас... Погоди, а что значит не попадать в базовые критерии возраста? Ну, просто им там 26, например, или им там, не знаю, 15, да, вот не попадают. А так с 18, представляете? Да, да, но мы на это зафоритируемся. Вот, и мы на этих выходных будем проводить отбор. Отбор будет проводиться по определенным критериям. Я не могу назвать эти критерии, потому что это будет подсказка для участников. И, кроме того, для всех участников, всех, кто зарегистрировался, им необходимо выполнить два задания, но не обязательно. То есть те, кто придут и не выполнили задания, ну, это не критично, их будут оценивать, исходя из того, с каким бэкграундом, с каким багажом они придут на отбор. А для чего же тогда это задание? Ну, это задание, оно, конечно, дает балл дополнительный. Когда будут оцениваться два, например, участника, и будут выбираться, кто из них попадет, а кто нет, и если они примерно равны, то, конечно, тот, кто выполнил задание, он будет в приоритете. То есть, как-то очень часто бывает, это совсем не обязательно, но всячески рекомендуется. Вот все правильно, да, я бы сказал. Я вас понял. Хорошо. Два задания для визитки, о бэкграунд, о котором вы говорите, человек, я подозреваю, что должен быть каким-то уже опытом в этом направлении? Нет, совсем не обязательно. Наоборот, приветствуется человек без опыта, человек просто, который думает о том, что бизнес – это, возможно, один из вариантов сценария его жизни, и здесь мы как раз приглашая менторов, экспертов, мы можем ему рассказать об этом сценарии, например, сделать его более реалистичным. Ну, отбор будет, получается, не по анкетированию, а это будет какой-то именно челлендж, это будет какое-то испытание, ну, там, творческого кода, может быть, экономического характера. Понятно, сегодня не нужно называть, чтобы давать подсказку, но это фактически уже будет старт соревнования, первый этап, который нужно пройти. Да, мы вот из тех, кто сейчас зарегистрировался, мы отберем порядка 20 человек, может быть, там, плюс-минус, в зависимости от того, кто будет. Ну, собственно, это, условно говоря, 20% от заявок. Ну, да, да. Ну, если было бы больше заявок, то, соответственно, процентовка была бы другая. Вот, и уже с этими 20 участниками будет дальнейшее уже, ну, вот они будут участвовать в этом телепроекту, который будет через месяц, там, будет порядка двух недель длиться съемки и выходить серии. Хорошо. А в участии принимают менторы? Конечно. А кто эти люди? Есть как локальные менторы, так и, ну, так скажем, федеральные менторы, приглашенные из Москвы, например. Да, есть, например, я могу сейчас прямо назвать, например, это Андрей Фроличенков, это маркетолог, руководитель направления СММ и пиар в российском Бургеркинге, например. Также есть, вот, сейчас... Представляете, я понимаю, что информацию много, много имен. Да, например, Борис Колесников, это основатель одной из крупнейших России сети магазинов и музыкальных инструментов скиф-мьюзик, если вы знакомы. Да, да, да. Ну, и другие есть, вот, с Мурманской области, это Владимир Анацкий, это директор, основатель компании Мурмания, вот, он тоже участвует. То есть, получается, это люди, которые непосредственно запустили сами бизнес, которые в бизнесе уже давно понимают, как он устраивается, от локальной точки до франчайзинга, как это все можно двигать, эти люди будут курировать проект, общаться с ребятами и оценивать их действия. Да, и также еще будут проводить такие, скажем, лекции небольшие. Ага. А нам нужно прерваться, небольшой рекламный блок, продолжим беседу по его завершению. Не переключайте ФМ-волну и свой телеканал, мы совсем скоро вернемся. Реклама. Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект радио-рекорд и телеканал Арктик ТВ. Мне и ведущий Николай Дукмас, напомню, в гостях у нас сегодня руководитель направления бизнес-инвестиций агентства развития Мончегорска Александр Паленков. Мы общаемся на тему проекта «Бизнес-хаус» и выяснили следующее. До 25 сентября проводился отбор участников возрасте от 18 до 25 лет. Ну, конечно, где-то есть там небольшой заскок в ту или в другую сторону, с этими людьми тоже будут общаться. Сто с небольшим участником подали свои заявки, на этих выходных пройдет отбор, и 20 человек из них попадут в итоговый проект. Где? А иное количество наставников. Я просто подумал, на первую половину программы мы все говорили менторы, может быть, у кого-то возникнет какая-то странная коннотация к этому слову. Это наставники, опытные люди, бизнесмены, как по нашему крупному муниципалитету и всей области, так и по друзьям, соседствующим с нами, городам-миллионникам, будут проводить небольшие лекции для ребят, будут, собственно говоря, их наставлять, отталкиваясь от того, с каким регалием они врываются в этот проект. И, ну, наверное, и судьями их тоже можно обозначить. И будут определять, кто лучше из лучших. Вопрос, что будут делать ребята. Режим онлайн – это, я так полагаю, стриминг будет все время, нет? Нет, это не стриминг, это будет все в записи. Формат реалити-шоу – это формат, когда участники, они не выполняют никакую роль, они не актеры, у них нет какого-то сценария. Да, есть сценарий заданий, но дальше все их эмоции, они живые, они происходят в реальном времени и их записывают на камеру. Вот в этом контексте мы реалити-шоу. И сейчас мы вообще больше отходим от именно слова реалити, потому что больше ассоциаций с Домом-2 и с другими реалити-шоу. Мы просто говорим, что это онлайн-шоу. Но, в принципе, да, по критериям мы подходим и под реалити в контексте, что нету сценария. Вы знаете, даже если убрать из определения слова реалити, оставить шоу, абсолютно точно найдутся такие люди, как, к примеру, я, который зацепится именно за слово шоу, и у него возникнут вопросы, которые я ей хочу задать. А вы вспомнили совершенно великолепное произведение российского телепрома «Дом-2». Безусловно, определенная ласточка, которая зарядила остальные проекты, но так или иначе у шоу есть определенный ассоциативный ряд. Это может быть социальные программы, назовем их так, которые вы уже назвали. Это может быть музыкальное шоу, да, там люди поют, к примеру, или играют на инструментах. Это может быть что-то, где люди танцуют. А все активное, все в движении, все проверяет там навыки, таланты. Человек растет, ты видишь, как. То есть вот он взял гитару, он не умеет ничего делать, через там три занятия он набирает первый аккорд. Ну, понимаете, о чем я говорю, это гротеск, но суть такова. Ты видишь какой-то рост, ты видишь динамику, видишь движение. У многих, я уверен, особенно тех, кто нас сейчас слушает, кто не в контексте происходящего, никак не складывается пазл. Предприниматель, как-то серьезный человек, бизнес, стратегия, закуп, не знаю, аренды помещения, общение с инвестором и так далее, и тому подобное, и шоу. Как вам удалось или планируется совместить вот это в вашем проекте конкретно? Ну, у нас в проекте есть две такие большие части. Они связаны с образованием. У нас в партнерах «Мой бизнес-51» – это центр поддержки предпринимательства. Примерно год назад я пришел к руководителям «Мой бизнес», пообщался с ними, рассказал им о своей идее, они очень загорелись, они говорят, да, мы хотим участвовать, хотим помогать. И в этом году они нас поддерживают, они наши ключевые партнеры, как я уже повторяюсь. Они помогают нам организовать именно образовательный модуль, он в меньшей степени, ну, точнее, он вообще не будет подсниматься, но там всего пару кадров. Этот образовательный модуль они уже у себя объявили, он будет в течение октября. И все те, кто у нас участвует в отборе, вот эти 100 человек, мы им рекомендуем поучаствовать в этом образовательном модуле. А те 20, кто пройдет, они обязательно должны пройти этот образовательный модуль. И как раз к окончанию модуля начинаются съемки основного шоу, и на основном шоу также будут проходить онлайн, не онлайн, а и онлайн, но оффлайн-тренинги с менторами, о которых мы говорили. И те задания, которые будут выполнять участники в сериях, они будут прямо связаны с теми лекциями, с теми тренингами, которые будут проходить. И, соответственно, не все там участники будут слушать все лекции, все тренинги, потому что кто-то будет выбывать, но тот, кто дойдет до конца, он пройдет весь образовательный модуль именно на самом шоу. Я прекрасно понимаю, что это дает участнику. Вообще, я думаю, бы абсолютно глупо задавать вопрос. А пытаюсь понять динамику заинтересованности зрителя. Да, это наша вторая цель. Мы хотим популяризировать предпринимательскую деятельность не только среди участников, но и среди зрителей, которые будут следить за своими друзьями, за знакомыми, просто за своими сверстниками. И смотреть это шоу, и точно так же прокачиваться в области предпринимательства. Они будут понимать, что бизнес – это реальность, это для них тоже подходит. И тем самым мы популяризируем не только, как я повторю, среди участников, но и среди зрителей. И поэтому мы выбрали шоу, чтобы людей, так скажем, заинтересовать историей шоу с подростками, но при этом все в контексте предпринимательской деятельности. Удивительно у нас с вами диалог выстраивается. Вот вы вроде отвечаете на мой вопрос достаточно подробно. А некоторые моменты ключевые, они как будто пропадают. Уж простите меня за занудство. Не пытаюсь к вас как-то поставить неловкое положение или вычерпнуть какую-то информацию, которая впоследствии используется некорректным образом. А здесь нет ничего удивительного. Еще смысл в том, что мы впервые проводим этот проект. Мы еще сами должны пройти этот путь и посмотреть, как он повернется с какой стороны. Ваши предположения? Вот давайте даже так, с обывательской точки зрения. Вот вы переключаете телеканал, ну или как-то сейчас стриминговая площадка, всегда цеплять драмы. Причем в каком контексте? Это либо смешно что-то такое, либо что-то очень эмоциональное, там слезы текут и прочее. Либо это какой-то душевный момент. То есть эффект драмы, так называемый, он есть. Это триггер, он зацепил, ты смотришь. Вот продуманные в контексте происходящего какие-то, можно без спойлеров, конечно же, если не хотите приоткрывать завесу тайны, продуманный момент, который именно как триггеры будут цеплять зрителя. Да, у нас есть истории, которые будут цеплять это точно. Мы когда с коллегами общались, прям на это очень сильно уделяли внимание, что нам нужна именно вот такая драматическая линия. И она, ну, я надеюсь, будет. И как раз формат вот такого реалити-шоу, где будут живые эмоции, они как раз позволяют вот эту вот драму создавать. Вот кажется, к этому моменту у нас с вами наконец-то в контексте беседы сложилась картинка, мы теперь имеем представление. Потому что очень не хотелось бы, чтобы проект в действительности оказался очень интересным, но мы с вами сегодня 28 минут, его обсуждая, пришли к выводу, что это будет стриминг лекции. Ну, понимаете, да? То есть хочется объяснить, почему это должно быть интересно стороннему зрителю. Почему это интересно там семье, друзьям? Ну, очевидно, все будут смотреть за своих. Но ведь задача популяризировать среди молодежи в том числе, а они хотят видеть вот это. Весь в своем фидбэке в каком-то живом человеке, который стоит по ту сторону, еще и с твоим ровесником. А сколько будут длиться съемки? Вот у нас сейчас будут съемки отбора, это три дня, и через месяц как раз на период осенних каникул будет порядка двух недель. Там недели как раз выпадают на каникулы, и неделя, ну, уже после каникул, мы договорились с управлением образования, пообщались с ними, они пошли на встречу, и всех школьников, студентов... Ну, кто будет задействован в проекте. Ну, там уже не все дойдут до того этапа, то есть часть уже... Угу. Вы будут... Ну, понятно. Отчислиться, да, так скажем. Конечно, конечно. Вы будут идут из соревнований. А где будут проходить съемки? Мочегорск, Мурманск? Да, съемки будут проходить в Мочегорске. У нас в офисе агентство развития Мочегорска. Мы уже там подбираем локации, где это будет все осуществляться. У нас есть ресурс, и там будут классные кадры, я уверен. У вас не будет студенческой общаги? Нет. Все, то есть мы снимаем процессы непосредственно. Опять же, друзья, не цепляйтесь за слово реалити в названии проекта. Я думаю, нам сегодня удалось объяснить, что он подходит по определению, конечно же. Ну, если уж хотите, юридически. Но это шоу, в первую очередь, онлайн-трансляции. Вот момент, в котором нам сегодня рассказано и описано. Что ждет победителя? Он будет один? Ну, вообще, да. Но у нас три места. Вот, сейчас я... Итак, у нас участник, занявший четвертое место и пятое, выигрывает AirPods. Серебряный призер и бронзовый получают Apple Watch. И главному победителю это iPhone 13 Pro Max. Также у нас будут подарки от менторов. Тут, ну, наверное, сложно пока прогнозировать, какие-то будут подарки. Наверняка что-то связанное с их деятельностью. Ну, наверняка, да. И то, что вот будет локальный победитель там какого-то конкурса в какой-то серии, он тоже будет получать дополнительные призы. Ну, и есть еще супер-приз. Он такой-то меню, такой, что победитель может выбрать стажировку на том или ином предприятии, и не обязательно в регионе. Либо там обучение, какое-то грантное обучение. Вот. То есть там разные варианты. Все зависит от того, кто дойдет до конца. Мы будем тоже под него, под его бизнес-идею подбирать вот варианты последнего приза. Как вы считаете, это будет, наверное, возможно, условно-философского характера вопрос и, скорее всего, одним из заключительных, потому что время у нас близится к завершению. А вы сейчас перечислили призы, это крутые призы. И я прекрасно понимаю, почему поступило там больше ста заявок. Ну, потому что если у ребенка, условно, у ребенка, у студента еще этого нет, то он по-любому этого хочет, эти наушники, эти часы, этот телефон. Как вы считаете, в процессе проекта призы, которые где-то там маячат, они для участников отойдут далеко на второй план? Придет понимание того, что здесь они получают гораздо больше в плане опыта знаний и возможности своей дальнейшей реализации. Пусть в Манчегорске, может, в другом городе нашей области, может, вообще в другом городе за пределами Кольского полуострова. Но в идеале то, о чем мы говорили, оставаясь на местах. А они действительно смогут прочувствовать этот дух времени для себя? Ну, это точно философский вопрос. Поэтому он абсолютно субъективный, да, уже. Ну, откровенно говоря, мы на это и надеялись, что мы привлечем изначально призами, а потом уже зацепим их самим шоу и то, что на нем происходит. Я так полагаю, что в своих силах вы и ваша команда уверены целиком и полностью. Конечно. Ну и замечательно. В таком случае, я думаю, что всем нам, кто сейчас, особенно на своем в прямом эфире, нужно запомнить, что уже буквально через месяц, ну, там, по завершению этих выходных, по моему программу «Открытая студия», которую вы, естественно, смотрите каждый день, куда же без любимой программы, мы будем переключаться еще на один онлайн-проект, за которым будем следить внимательно. «Бизнес-хаус» будет сниматься, съемки проходят в городе Манчегорск, где подростки от 18 до 25 лет встают на вот интересный вектор развития своего будущего. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеемся, настоящее качественное шоу. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. «Открытая студия»